Верните детство! Жители Малаховки просят вернуть в Петропавловский парк детскую площадку. Объект демонтировали, признав его аварийным. Будут ли ставить новую и когда? Обеспокоенные родители, а главное дети, не знают. Усложняют ситуацию жалобы владельцев, ближайших к парку домов, на мусор и детские крики. Петропавловский парк на северной стороне Малаховки. Это одно из любимых мест отдыха местных жителей. Они создали его практически своими руками, спасли территорию от застройки. Сейчас мы добились того, что парк наконец-таки стоит на кадастровом учете, что вид разрешенного использования у него под парки, скверы и рекреационная зона. Дружно сажали деревья, цветы, устанавливали входные вывески. Проект парка даже два раза выигрывал в премии губернатора «Наше Подмосковье». Подключились к благоустройству местные депутаты и администрация. Нам была подарена старая площадка детская, которую мы здесь смонтировали на наши же средства, на свои средства собственные. И она пользовалась огромным успехом у наших детишек многочисленных. Стала, как сказать, местом проведения мероприятий, сходок жителей, концертов. Однако на месте полюбившейся детской площадки вдруг не осталось ничего. Демонтировали по жалобам жителей ближайших домов. В администрации Малаховки ситуацию прокомментировали так. Поступает очень много жалоб на добродел. И губернатору даже люди пишут о том, что эта площадка не соответствует требованиям, что она аварийная и опасная. Специалисты из нашего отдела МУП ЖКХ составили акт осмотра. И, соответственно, выводом было то, что площадку необходимо демонтировать, что она не подлежит ремонту. Но через несколько месяцев в Петропавловском парке установят новую игровую площадку, заверили в администрации. На это уже выделены деньги и идёт работа по созданию её проекта. К ней подключат и самих жителей. «Слачать не быть!» Что касается недовольных шумом владельцев ближайших домов, по словам заместителя руководителя администрации Малаховки Ольги Байковой, всему виной подростки, которые нарушают порядок в парке. Специально для них в следующем году там построят спортивную зону отдыха, чтобы занять их делом. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.